Московский Спартак 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 erkодelu мяч суток послал подту jiwa Уорис Яковлев депорис Все это фланговые игроки. Также есть молодой Кротов. Скорее всего, если продадут именики, покупки у Спартака будут. Вопрос кого? Будут покупать Тарана или Бегунка? Но это сейчас не важно. Главное разобраться. Или понять для себя причины успеха Спартака. Карпин пытался приучить московский Спартак к контролю мяча. О том, что они должны играть в стиле каталонцев. Ну, Карпина можно понять. Он долгое время играл в Испании, и, конечно, этот стиль искусств контроля мяча, как у Барселоны, он многим нравится. Пока мяч у вас, вам тяжело забить. Раньше для Спартака это было тяжело. Действительно тяжело. Некоторые игроки элементарно не могли отдать пас. Потому Карриок и ценился, что он может принять и отдать. Потому и пасовались четыре защитника в поперечную передачу, прежде чем выйти из обороны. Не отдавая пас вперед, боялись, думали, кому, куда. Сейчас есть такие распасовщики, как Пагетти. Он может сразу из защиты сделать длинную передачу на метров 20-30. Тина Косток, Лушаков, Хурадов. У Хурада техника на запредельном уровне. При приеме мяча он способен обыграть сразу двоих-троих соперников одновременно. Но вопрос в другом. Это игра. Что будет собой представлять игра? Индивидуально Спартак может вытянуть пару-тройку матчей. Но такие матчи, как с Зенитом, ССК, на одних исполнителях ты далеко не уедешь. Спартак, в принципе, готов играть на контратаках. Он не раз это показал. И, в принципе, в матче с Динамо уверенно сыграли на контратаках. Пару раз поймал динамовцев. А нападения, именно исполнительные нападения, очень сильные у Спартака, могут индивидуально решить многие моменты. Потому так и боятся их. Достаточно квалифицированные исполнители Мавсисиан и Меникия при поддержке того же Яковлева, Магиди и Хурада. Море оваций сейчас им раздают. Когда команда на ходу, у команды многое может получиться. То же самое посмотреть на Ананджи. Исполнители там, наверное, лучшие в российской премьер-лиге. Но из-за того, что нет побед, нет вот этой уверенности, начинается развал команды. Посмотрим, что будет в матчах следующего тура. Спартаку будет нелегко, так как очки-то они уже потеряли с Кубани. Правда, следующий тур они проведут дома, но с Рубином. Ну и не стоит их задирать высоко. Сейчас футбольная общественность разделилась на два лагеря. Первые, которые говорят, они подошли к оптимальной форме в начале сезона. Они лучше всех готовы физически, но у них будет спад. Нельзя так начинать чемпионат России. Еще играют 26 туров, очки считаются маи и тому подобное. Что должен быть спад, но это все понимают. Есть вторые, которые ставят Спартак уже не чемпионом России. Возвращение былых амбиций, возвращение спартаковского футбола. Это лучший Спартак за последние 10 лет? Это, конечно, да. Рано еще говорить. У нас есть привычка в России делать преждевременные выводы. Четыре тура прошло, а у нас Ростов и Спартак впереди. Это ничего не значит. Это не значит, что Спартак возьмет и проиграет 26 туров подряд. Но это не значит, что он их выиграет. Это будет зависеть от того, как будут готовить себя игроки и тренер. Остановятся ли они на достигнутом или будут двигаться дальше? И что конкурентам? Это показывает одно из двух. Либо Спартак идеально подготовился к началу сезона, либо остальные команды испытывают очень большие проблемы. Но с проблемой сталкиваются с ССК в прошлом году и стали чемпионами. Решип их. Игры с прямыми конкурентами, конечно, покажут нам, на что готов Спартак, на что он будет претендовать в этом сезоне. Но самое главное в чемпионатах – это как команда будет справляться с такими проходными играми. Игры с офсайдерами и середняками. Как можно больше очков они там наберут. И как будет решать проблемы, состав. Они будут, они, естественно, будут, они будут у всех. Очки, набранные в начале чемпионата, они важны. Но считаются очки в мае. Смотрите футбол. Любите футбол.